Экс-гендиректор ТО «Астана» Зеленстрой подозревается в совершении коррупционных преступлений. Досудебное расследование проводится столичной антикоррупционной службой. Мужчина подозревается в покушении на мошенничество и подстрекательстве к даче взятки в сумме 15 миллионов тенге должностным лицам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела. Кроме того, он подозревается в злоупотреблении своими должностными полномочиями путем завышения стоимости выполненных работ по посадке многолетних кустарников, заказчиками которых являлись местные исполнительные органы города «Астана». Санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается. В регионах активно проводятся мероприятия по стимулированию выпускников к участию в программе с дипломом в село. Какова ее цель и как принять в ней участие, расскажут наши корреспонденты. Для укрепления кадрового потенциала сельских территорий и закрепления дипломированных специалистов сельской местности с 1 июля 2009 года по поручению первого президента РК была запущена государственная программа с дипломом в село. Благодаря этой программе выпускники вузов могут трудоустроиться в сельскую местность, где им предоставляются различные льготы и поддержка. Получив грант и имея средний балл GPA не ниже 3,3, они имеют возможность трудоустроиться в сельские государственные органы и акимата округов без прохождения тестирования и конкурса. Данная программа направлена на предоставление мер социальной поддержки в виде подъемного пособия, бюджетного кредита для приобретения или строительства жилья специалистам социальной сферы, агропромышленного комплекса и государственных служащих аппаратов акимов сельских округов. Одним из приоритетных направлений деятельности департамента является обеспечение качественного оказания государственных услуг населению. А готова ли сегодняшняя молодежь работать в сельской местности? «Если бы передо мной стоял выбор, я бы согласилась жить и трудиться в селе. Программа может помочь развить квалификацию и знание молодежи. Лично я сама готова с дипломом уехать в село». В настоящее время в 410 государственных органах области работают 3294 государственных служащих. Их средний стаж государственной службы составляет около 13 лет.